Друзья, здравствуйте! Недавно мной был получен заказ с лекастами. Лекасты пришли с оголенной корневой системой. То, что корни коричневые, это не означает, что они не живые. Эту мочалку срезать никогда не нужно. Ее нужно по максимуму оставлять. Что я использую для посадки, именно для лекаст? Я использую здесь архиата 50 на 50 с мхом. Архиата фракция 3-6, самая мелкая. Дальше я использую у меня препарат Келпок разведенный. Он неразведенный выглядит вот так вот. Что я делаю? Лекаста, ничего не трогая, я обрабатываю препаратом. Здесь даже можно видеть, что уже лезут новые корешки. У меня подготовленные горшки. Размер вот такой, чтобы она влезла корневая. И все. Стараюсь захватить, чтобы это было сразу и кора, и мох. Почему? Сделала вывод, что такое субстрат. Когда я получала эквадор, он же много выращивает разных лекастовых растений. Он выращивают в такой вот мелкой архиате, тоже с добавлением мха. И у него еще есть такой крупный перлит. У нас я такого крупного перлита не нашла. Но выводы сделала, что вот этот субстрат, и, кстати, отличный субстрат и для ангулоа, подходят. Они растут в нем просто на ура. Все-таки наземные орхидеи, это не котлеи, не полинопсисы. Им нужна очень благоемкая среда. Тогда они хорошо развиваются. Если субстрат более суховатый, они практически не развиваются. Они сушат росты. И основание у лекаст. Нельзя так, как у котлей, чтобы субстрат был ниже резома. Здесь, наоборот, даже прикапываю бульбу, чтобы новый рост, который шел. Потому что корни идут от этой части, вот от нижней. Оно должно быть прикопано, тогда корни идут очень хорошо. Посадили, утрамбовали. Все, лекаста посажена. Субстрат содержать во влажном состоянии. То есть не в мокром, так, чтобы текло, а вот влажное. То есть можно поливать просто опрыскиванием. Также я посажу вторую лекасту. Те же самые процедуры. Обработала. Горшочек. Ну, я возьму все-таки этот горшок. Меньше у меня уже черта нет. Здесь роста фуликасты нет. Поэтому остается их только ждать, когда они появятся. Здесь более аккуратно. То есть, если которая с ростом, ее нужно содержать более мокро. А которая без роста, ее нужно содержать немножечко посуше. То есть, немножко влажный субстрат, но не настолько, как у лекасты, которая уже растет новый рост. Сейчас я покажу более проблемные лекасты, когда приходят. Не всегда они вот с хорошими бульбами. Кстати, вот это вот, то, что желтое, это хорошая бульба, она неплохая. По лекастам. Есть у меня лекаста здесь. Можно видеть. Вот эта бульба, она хорошая. Да, она другого цвета, но она хорошая. Хорошая. Это гнилая. Но, чтобы растение, вот этот вот рост развился, ее ни в коем случае нельзя резать. Если бы я разрезала, этот рост бы пропал, потому что корней у него нет. А с этих я бы вряд ли дождалась роста. Так вот, так же прикопала, посадила, так же содержу. Вот эта бульба, она не идет у лекасты, не в порезоме. Она пропадает, она высыхает, высыхает в сухарь, но резать ее лучше не резать. Уже когда потом она высохнет, я могу ее лезвием срезать, она мне не нужна. Здесь лекасты более, тоже нового роста нет. Здесь бульба вообще очень усушена, но рост растет, уже как бы нужно будет полить. Лишний раз келпак не повредит. Что еще? Здесь тоже вот желтая бульба, она плотная, она хорошая, она не старая. Лекасты вообще со временем, когда старые бульбы, они меняют цвет, даже могут становиться очень коричневыми. Вот про прикопку. Здесь вообще можно видеть, что бульбы практически укопаны. Вот здесь пол бульбы, здесь вообще третья часть осталась. Главное, чтобы рост, нижние корни пошли, пошли хорошо. Ну вот такое вот маленькое видео про посадки лекаст, что многие получили, вот и не знают, что с ними делать и как правильно посадить. И не настолько они как бы страшные. Вообще наземные орхидеи достаточно простые. Надеюсь, видео было полезным и интересным. Пока-пока!